У Елены Дорн пятеро детей. Младшим о феврале она родила близнецов уже пять месяцев, но пока ни разу не получила детское питание бесплатно. У меня нехватка грудного молока. И мы обратились в поликлинику с такой просьбой, ну вообще как бы должны поликлиники выдавать смесь, мамам, у кого родились дети-двойняшки. И ни ответа, ни привета мы там ничего как бы не услышали, никто ничего не знает, что когда будет, только обещание, 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 это длится уже вот с февраля месяца. Что объясняют, что говорят? Говорят, что раньше был республиканский бюджет, то есть деньги поступали оттуда. Сейчас местный бюджет, и поликлиники у нас бедные, денег не хватает. В попытках получить положенную от государства социальную помощь Елена оббила все пороги аптек и государственных учреждений. Писала, звонила во все инстанции. Но детское питание она продолжает покупать. Пачки стоимостью 2000 тенге хватает на один день. Покупаем пока детское питание. У меня муж, слава богу, работает. Детское питание мы покупаем, но оно очень дорого обходится. Мы к тому же еще строимся, так как у нас жилья пока нет. И мы строимся. И поэтому очень тяжело выгребать. Хотелось бы, что раз должны выдавать это питание, я читала законы, все, выдавать питание должны. Мы уже, как бы, вот считай, пять месяцев деткам и ни разу не получали питание. В редакцию телекомпании «Алау» звонки женщин, которым были положены детские смеси, но они их не получили, начались еще в начале года. Звонят мамы и сейчас. В управлении здравоохранения Кустанайской области о проблеме знают, но считают ее уже разрешенной. По словам заместителя руководителя облздрава Абата Жаокова, тендер на закуп детских смесей уже проведен. Теперь все зависит от расторопности самих больниц и поликлиника, того, как быстро они смогут доставить смеси до получателей. Хотелось бы подчеркнуть, что в прошлом году была подобная ситуация. В марте 2017 года мы уже делали материал на эту тему. В ответе облздрава говорилось, что по последним официальным данным в прошлом году для обеспечения 4 тысяч детей, нуждающихся в бесплатном детском питании, необходимо было закупить свыше 300 тысяч упаковок.